Отношение к налогам у Александра Волкова исключительно уважительное. В начале осени, без всякого напоминания, платит необходимую сумму. У Волокжанина есть личный кабинет на сайте налоговой инспекции, но по привычке идет ведомство лично, чтобы получить уведомление на уплату земельного налога. Я прихожу там, спрашиваю, не выписывайте, я хожу уплатить. То есть вам удобнее по старинам? Мне да, потому что я не пользуюсь компьютером. Вам приходят уведомления на почту? Нет. Потому что заведен личный кабинет? Потому что заведен личный кабинет. Без него никуда не пойдешь, не вразиваешь, никуда. А как узнаете, что вот пора платить, у вас где-то может принадлежить? Ну, я в сентябре прихожу, в сентябрь, в октябрь вот это место. Прихожу, спрашиваю, плачу. На то, чтобы уплатить налоги за 2020 год, у Волокжан есть чуть меньше двух месяцев. Это нужно сделать до 1 декабря 2021 года. В настоящий момент жителям Вологды уже начали приходить уведомления на уплату имущественного, транспортного и земельного налогов. Они направляются как в бумажном виде Почта России, так и в электронном – в личные кабинеты налогоплательщиков. В этом году сформировано более 160 тысяч налоговых уведомлений, направленных физическим лицам. Из них более 60 тысяч – это пользователи личного кабинета, выгружено. Налогов начислено имущественных свыше 900 миллионов рублей. На 30 миллионов меньше по сравнению с прошлым годом начислены суммы транспортного и земельного налогов. Это объясняется тем, что с 1 января 2020 действует новая кадастровая стоимость земельных участков. Что касается транспортного налога, то с 1 января 2020 снижена налоговая ставка. Для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Вот смотрите, да, вот тоже, к примеру, оплата налогов по произвольным реквизитам, то есть вы сами эти реквизиты по уникальному номеру можно, да, вот он ваш уникальный номер. Заплатить налоги можно несколькими способами. Через сервисы сайтов НС России, через мобильное приложение, платежные терминалы или банкоматы, кассы кредитных учреждений, почтовое отделение. Второй год идет у нас именно общение с большинством физических лиц именно посредством личного кабинета. Потому что это, наверное, более удобно и количество подключенных к личному кабинету тоже увеличивается. Чтобы подключиться к личному кабинету, нужно прийти в налоговый орган по месту учета с паспортом, где выдадут логин и пароль для входа в сервис компьютера или телефона. Сейчас вы меня подключили к личному кабинету и, в принципе, я в дальнейшем могу уже через личный кабинет оплачивать. Или нет? Да. Также в личный кабинет можно войти с помощью подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг. Если гражданин не состоит на учете в налоговом органе, в который обращается помимо паспорта, потребуется свидетельство о постановке на учет и ННН. Пользователи личного кабинета налогоплательщика, привыкшие получать уведомления в бумажном виде по почте, могут поставить галочку в соответствующей графе. Также стоит помнить, что некоторые категории граждан не получат уведомления. Не получат налоговое уведомление те, у кого предоставлены льготы и полностью освобождены от уплаты объекты. То есть, если налог не исчислен, налоговое уведомление не формируется. Это если налог исчислен с суммой менее 100 рублей, также не формируется налоговое уведомление. Ну и это тот, кто подключен к личному кабинету налогоплательщика физического лица и не проставил отметку о том, что он хотел бы получать корреспонденцию по почте. Что касается льготных категорий, то на социальную поддержку могут рассчитывать пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Сведения о присвоении определенного статуса человеку, имеющего право на льготу, в автоматическом режиме поступают в ФНС России из пенсионного фонда. Ежегодно во время налоговой кампании в Алакжане задают большое количество вопросов о порядке начисления налогов. Ну вот в основном это уже на протяжении ряда лет мы рассказываем о транспортном налоге. Еще раз, наверное, хочется напомнить, что в случае, если идет продажа автотранспортного средства, то для налоговых органов не является договор купли-продажи датой для прекращения начисления налога. Основные сведения – это снятие машины с регистрационного учета в органах ГИБДД. Обратиться за разъяснениями можно в личном кабинете налогоплательщик. Ответ от налогового органа поступит в течение 20 дней. Также можно прийти в операционный зал инспекции по адресу улицы Герцена 1 или позвонить по телефону горячей линии. Полина Салатай, Катерина Шабалова, Игорь Алюшин, Волок ДРФ.